Маша, куда же ты пропала? Ты уходишь с YouTube, почему ты больше не снимаешь видео? Всем привет! Я очень рада видеть вас на своем YouTube-канале. Очень часто получаю комментарии о том, что Маша, куда ты пропала? Почему ты больше не снимаешь? Почему тебя так мало? Как раз таки в этом видео я вам все расскажу, что происходит сейчас в моей жизни, почему YouTube стал далеко не на первом месте, как я собираюсь это исправлять, в общем, обо всех своих дальнейших планах. Надеюсь, многое встанет у вас на свои места, поэтому досмотрите это видео до конца. У меня здесь такая рабочая обстановочка, ноутбук, мои записи, конечно же, кружечка кофе, поэтому, надеюсь, вы тоже завтракаете или пьете чаек-кофеек. Чин-чин. Итак, начало 2021 года я провела, полностью погрузившись в свой новый курс. Я создала стилистический курс, где девочки обучались всем основам стиля. Помимо этого, это не только про вещи, про одежду, это про себя в первую очередь. У нас все на нашей платформе, все уроки в одном месте, все уроки есть в записи, их можно, само собой, пересматривать. Заходя в урок, вы увидите немножечко предисловия, во сколько и когда будет прямой эфир, а также домашнее задание, которое вы сразу же можете прикрепить в своем личном кабинете, добавить фотографии и текст. А еще у нас очень классные бонусные уроки. И один из бонусных уроков это тренировка с моей мамой. Мы изучаем себя просто полностью с кончиков пальцев до самой макушки. Какая длина ног, длина туловища, какая фигура, какой контраст внешности, какие идут цвета, фасоны, какая должна быть стрижка, геометрическая, плавная, какие черты лица, округлые, угловатые. В общем, понимаете, все, абсолютно все. Девчонки уходят, конечно, просто первый выпуск прошел, мы сделали очень классный выпускной. Видео уже либо есть на канале, либо я тоже оставлю его здесь, чтобы запечатлеть в своей памяти. Потому что какие-то присутствуют стереотипы, мышления, и это был разрыв шаблонов у меня. Я открыла себя с другой стороны абсолютно, увидела, что я могу быть прямо такой девочкой, и я смогу расслабиться. Трагедия! Представляешь, муж, мне платье идут, что делать? Как бы очень много все поменялось, и я сама внутренне поменялась, знаешь, мне хочется... Это все произошло за полтора месяца? Да, я тебе честно могу сказать, это, ну, никакой лести, ничего. Действительно, за полтора месяца, ты знаешь, это просто переворот. Вот, это переворот, что у мужа, что у меня. Полтора месяца мы учились, и я была полностью вовлечена в процесс, то есть у нас было два эфира в неделю, постоянная проверка домашних заданий, все время я делала какие-то презентации. Ко всему я отношусь очень всегда настолько ответственно, то есть... Есть такая фраза, недавно я услышала от своей клиентки, как человек делает что-то, а так он делает все. И я стараюсь все, что я делаю, делать хорошо. Поэтому, конечно, я сижу над каждым слайдом, над каждой подборкой, над каждой презентацией, над каждым домашним заданием. Я была полностью вовлечена в этот процесс. Потом я поняла, что я ничего вообще не успеваю, начала немножко перегорать, и мне просто не хватало на самом деле помощи, какой-то команды людей, которые смотрят со мной в одном направлении, видят, чего я хочу достигнуть. И, знаете, настолько сила мысли материальна, что в моей жизни появился человек, Светлана. Мы с ней партнеры в школе, которую мы сейчас создаем. И она мне очень сильно помогает, конечно же, во всем. В таких процессах, в которых я, например, не совсем разбираюсь или не хочу разбираться. Какая-то техническая часть, что-то там с сайтами, с какими-то программами, в общем, с общением с подрядчиками. И я полностью за визуал, я за продукт, я за всю эту внутреннюю структуру, за школу саму, за знание, за контент. И, в принципе, да, вот как сама, как человек, как преподаватель, который вещает, она помогает, направляет туда, куда нужно, и помогает со всем, с чем я, например, не могу, и просто у меня нет времени справиться. И близки те дизайны, которые скидывали, да, такие типа минималистичные, вот это вот весь минималистичный. Но я понимаю, что в таком стиле работают все почти стилисты. Ну, то есть у всех какие-то одинаковые вот эти вот сайты, такие вот лаконичные, да. И мне понравилась идея, когда... Да, и я думаю, что можно, типа, делать даже, придумать такую рубрику, опять-таки, если переходить на наше такое, типа, ДНК бренда. И, знаете, я настолько вдохновлена, и у нас такие классные планы, и мне очень хочется создать такое сообщество, создать комьюнити, школу, где просто девушки будут приходить и становиться увереннее в себе, где будут раскрывать свой внутренний потенциал, который в них есть, он заложен. Но, к сожалению, из-за каких-то причин в жизни, да, у нас по разным причинам, на самом деле, может падать уверенность в себе, или нам больше не хочется как-то красиво одеваться, или вообще, ну, мы об этом не думаем, или мы вот работаем-работаем и думаем, ну, почему у нас так мало клиентов, почему я вот не зарабатываю столько. А на самом деле все это взаимосвязано, то, как вы себя чувствуете, как вы себя подаете, как вы выглядите, как вы влияете на людей, какое впечатление вы производите. Все-все-все-все-все это вместе ваш единый образ, ваш персональный стиль. И стиль это не одежда, а персональный стиль или имидж еще, да, это же и одежда, и аксессуары, и прическа, и макияж, и то, как вы разговариваете, то, как вы жестикулируете, то, как вы себя ведете, какая энергетика от вас идет. Все это единое целое. И мне очень хочется помогать девушкам по всему миру находить вот этот вот полный баланс внутреннего и внешнего, и чтобы все могли этим пользоваться и достигать того, чего они хотят, у всех свои цели, конечно же. Вот. Ой, столько вам говорю, не могу просто. Вот. Когда ты вдохновлен тем, что ты делаешь, ты можешь бесконечно долго-много рассказывать о своей идее, и хочешь, чтобы вообще весь мир об этом узнал. И мы сейчас очень плотно работаем над вторым потоком курса. Мы поменяли все. Мы даже поменяли название самого курса. Курс теперь будет называться «Сила стиля». Почему? Потому что мне не хотелось привязываться к сама себе стилист, так как после первого потока моего курса 4 или 5 человек захотели работать стилистами, и они сейчас развивают себя как стилисты. А также на курсе у меня учился один уже практикующий стилист, который работает 2 или 3 года, по-моему. И я поняла, что я не хочу привязываться к этому названию, я хочу, чтобы было какое-то более мощное название, и что абсолютно каждый может туда пойти как для себя, так и для того, чтобы в дальнейшем развиваться в этой профессии. Поэтому он будет называться «Сила стиля». Мы меняем все. Мы придумали название моей стильной школы, и она будет называться «Би стайл». «Би» — это сокращенно от «Бешко», первые буквы моей фамилии, и «Стайл». То есть в переводе получается «Быть стильным», либо «Бешко стайл». Ну, в общем, много в это заложено. Напишите, как вам такое название. Мы очень долго разрабатывали, какой же логотип, какой стиль всего. Каждый день мы на созвоне с моей командой. Сейчас у меня есть команда, которая мне помогает. Это безумное счастье, потому что я сейчас поняла, почему я никуда не двигалась и не росла все это время. Я просто не могла найти людей, которым я могу доверить, которые такие же творческие, как я, которые бы делали свою работу очень круто, и я их нашла. Каждый день мы созваниваемся, делаем какие-то планы, да, что нам нужно сделать по школе, по аккаунту школы, по сайту, по курсу. Я уверена, что он просто будет бомбический. И он и так-то был крутой. Сейчас он будет просто бомбический. Доработать чек-лист, чтобы он был готов к завтрашнему дню и, соответственно, продумать, концепцию, как мы будем подавать информацию о прямом эфире. Поэтому давайте займемся сейчас подготовкой стратегии для новой аудитории и потом перейдем к нашим стареньким ребятам. Я отправила вчера Свете документ, я подредактировала. Да, то есть мы... Я прям увидела вообще полную картинку вообще всего брендинга, то есть что это будет и инстаграмм без стайл, и канал на ютюбе. То есть мы... Нужно найти будет... Ну, кто видеографику делает, заставки вот эти все. Только там будет написано без стайл и типа какую-нибудь там фэшн-фотку, то есть которая будет типа на обложке. И вот там, где обычно пишут какие-то темы, да, статьи, там будут какие-то, ну а-ля, афирмации или что-то такое связанное. Да, да, то есть тезис на что-то дать. Хочу стареть! Красиво все! Вот, и когда команда есть, присутствует, отвечает на вопросы, приносит стакан воды, это так трогательно, правда. Света, которая продюсер, с которой мы делаем эту школу, она мне помогает, очень сильно вовлечена в процесс, ей это нравится, она разглядела во мне... ну, то есть она настолько вдохновилась, ей настолько близко то, что я делаю и мои какие-то смыслы, которые я закладываю. Когда я в первый раз познакомилась с Машей, Маша поразила меня своей энергетикой и сумасшедшей просто бурлящей энергией. До сих пор Маша каждый день поражает меня своей способностью через стиль отражать характер человека. Она делает... Она в каждой женщине находит что-то прекрасное, подчеркивает это и дарит настоящую радость. Она, безусловно, верит в то, что делает. Это просто очень сильно вдохновляет. И она настоящий врач. Просто лечит... Она и есть врач, но сейчас она лечит красотой. И когда Маша предложила мне присоединиться и сделать с ней совместный проект, меня это очень воодушевило, потому что этот проект, он про людей, он для людей, он про любовь к людям. И я думаю, что как и Маша не похожа ни на одного другого стилиста, так и этот проект будет похож ни на одну другую школу. И это будет просто что-то феноменальное. Я в это верю. Верю, потому что у этого проекта есть миссия. Миссия показать всем женщинам, что они прекрасны, помочь им раскрыть в себе все самое лучшее. Я знаю, что это очень плохо почему-то передаю через Инстаграм. Сложно мне это писать в картинках. Мне вот проще, знаете, на видео вам рассказать, чтобы вы почувствовали энергию, с которой я это делаю, чтобы вы услышали те слова, которые есть в моей голове. А вот через Инстаграм почему-то не удается мне передать ту самую глубокую суть, которую я хочу нести. Да, то есть моя главная цель всего того, что я делаю. Она глобальная. Это не про шмоточки, это не про то, какую блузку, с какой юбкой нужно надеть. Это, как я вам сказала, про человека в целом. Когда первый поток закончился, были такие классные отзывы от девчонок. Я вставлю вам сюда, послушайте. Спросите любого моего друга, Ира врать не умеет. Ты крутая. Спасибо. Спасибо тебе за этот курс, вот честно, вот прям вот от души. Я не верю, что это все заканчивается. Я не хочу. Очень интересная тема. Я бы посоветовала изучить ее каждому стилисту именно для того, чтобы понимать и видеть связь между внешним образом человека и его внутренним миром, его характером, его чертами лица и так далее. Поэтому, Маша, спасибо тебе большое за эту возможность. Я счастлива, что она была у меня. Спасибо за интереснейший опыт. Мне с тобой было очень комфортно. Я благодарю тебя за помощь, за наставничество, потому что я могу назвать тебя своим наставником. Ты мне подсказывала, помогала, тоже направляла. Я тебя благодарю и обнимаю. Понравилось познавать себя. Больше всего понравилось, что встали на места те вещи, которые я недопонимала. То есть, ну, я понимала, что что-то не так, а тут их вот озвучили как надо. И как бы пазл сложу. И вот знаете, после этого, когда я делала первый курс, я очень волновалась. Я очень боялась, потому что я не знала, все ли девочкам будет понятно, какие будут результаты, понравится ли им. Но когда я увидела стопроцентную просто положительную оценку, когда я увидела их отзывы, то, что они писали, и то, что до сих пор пишут, у нас до сих пор есть чат в WhatsApp, и они спустя полтора месяца мне пишут, Маша, я поменялась на до и после. Это просто вообще. И сейчас я уже не волнуюсь. Сейчас я уверена в своем продукте. Я уверена в том, как я доношу информацию. Я уверена в том, что это нужно каждой из нас. Поэтому тот продукт, который будет, тот курс, он будет совсем-всем скоро. Я очень рекомендую каждой женщине, кто хочет раскрыть все свои потенциалы, кто хочет быть гармоничной, изучить себя, понимать вообще. Это такая экономия в дальнейшем вашего времени, ваших нервов и даже финансов. Потому что зачастую девушки покупают то, что им не подходит, покупают вещи на скидках, которые вообще не актуальны, плодят вещи-клоны, нервничают, просто нервничают, потому что они не знают, что надеть, мне это не нравится. И вот все время какой-то дискомфорт, понимаете? Вот чтобы этого всего не было, я с радостью приглашаю вас. Почему бы и нет? Я, конечно же, сделаю все анонсы. Сейчас пока еще рано говорить о точных датах. Поэтому, если вы хотите первыми об этом узнать, я оставлю ссылки под видео на свой инстаграм. Подписывайтесь на него, потому что я там прям вот так вот быстро-быстро рассказываю все новости, все, что происходит здесь и сейчас. И это мое сейчас ключевое, чем мне очень нравится и чем мне очень хочется заниматься. Мне недавно делал астролог к раскладку. Я тоже здесь маленький кусочек вставлю, если вам интересно. И вот в этой раскладке мое кармическое предназначение или как-то так. В общем, кто знаком с астрологией, нумерологией, тот поймет. Я никогда не могла сказать, что я в это как-то верю на 100% или не верю. Но просто тот факт, что там по всем этим числам вот тебе присылают. И мое главное предназначение в жизни это передавать свои знания другим людям. То есть это не работа где-то, это консультирование, к чему я пришла наконец-то, чем я занимаюсь. И что это у меня будет лучше всего получаться, делать из других таланты и консультировать, и обучать. То есть вот это мое ключевое, главное предназначение в жизни. И я это получила буквально 3 дня назад. И я офигела просто, потому что весь пазл сложился, и я понимаю, что я на том месте. Я делаю то, что у меня хорошо получается. Я делаю людям хорошо, и это не может не приносить счастья. Про YouTube. YouTube будет. Сейчас мы сделаем запуск второго потока. Я обещаю к вам вернуться. Причем я обещаю к вам вернуться настолько классно. Я надеюсь, что вам будет интересно, потому что мы хотим внедрить новые рубрики. Мы хотим поменять весь стиль канала, весь стиль вообще личного бренда. В общем, все будет по-другому и будет круто. Поэтому подождите, пожалуйста, еще немножечко. Сейчас я максимально вовлечена в одно дело. Я его доделаю и приступлю к другому. Потом, в дальнейшем, когда я обрасту еще помощниками, я надеюсь, что я буду успевать все. Ну что, теперь я все рассказала. Влоги будут, видео будут. Тоже ждите. Расскажу вам про перемены в своей семье. Я думаю, что вам это очень интересно, потому что вам всегда интересно, как там, что у меня происходит. Тоже вот, как все стало налаживаться, когда у меня стала совершенно другая энергия. Когда я наполнена, когда я делаю то, что мне нравится и как вообще все поменялось в нашей семье, как поменялось в нашей жизни. В общем, давайте за это выпьем. Чин-чин. Ждите, пожалуйста, новый влог и задавайте свои вопросы. И подписывайтесь на инстаграм. И приходите ко мне на курс. Я буду вас ждать. Обнимаю вас и до встречи.